Добрый вечер, дорогие друзья! Сезона Динамо, Акбарс, город Казань принимает саратовский протон. Будет точно интересно. Другие четыре команды, которые также входят в третью группу предварительно Кубка России. Это Динамо, Краснодар, Северянка, Череповца, Уфимочка и импульс. Уже сыграли свои матчи. О них мы тоже поговорим позже, но пока традиционная процедура. Государственный гимн Республики Татарстан и Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дорогие друзья, дорогие любители волейбола, важно отметить, что розыгрыш женского Кубка России носит имя знаменитого советского волейболиста и тренера, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Гиви Александровича Ахвалидянина. Все эти 15 матчей, которые проходят в рамках предварительного этапа Кубка России зоны 3, которые проходят в прекрасном городе Казань, обслуживает следующая бригада судей. Они здесь меняются, поэтому представлю сразу из всех. Это Александр Плотских, город Екатеринбург, Евгений Нурдыгин, город Пенза, Вячеслав Коробов, Самара, Антон Шишкин, Санкт-Петербург, Эльвира Горбачева, город Москва и Андрей Корольков из прекрасного волейбольного города Новокуйбышевска. Обе команды в первых матчах одержали убедительные победы. Победа Казанского Динамо Акбарс была более убедительной, но и соперник, конечно, был менее статусный. Команды, которые завез с неба, не хватает импульса. В трех партиях команда Решата Гелезудинова разобралась с молодыми подопечными Игоря Воронина. Ну а команда из Саратова уверенно обыграла северянку из Череповца. Прошу прощения, Уфимочку Угенту в четырех партиях. Первый сын очень уверенно остался за представителями Протона. Затем Уфимочка показала зубы, но опыта и мастерства команды Юрия Маричева хватило для того, чтобы вытащить этот матч. Перейдем мы к стартовым составам. Наверное, начнем со стартового состава гостей. Номер первый доигромчатый Юлия Максимова. Номер двенадцатый. Обратите на нее внимание Викторию Руссу диагонально. Номер три. Капитан команды. Старая знакомая казанским болельщикам Анастасия Бавыкина. Номер семнадцать. Игровщица Ярослава Симоненко. Либера. Номер пять. Кристина Лавнова. Номер одиннадцатый. Елена Савкина. Доигровщица. Вот в таком стартовом составе. Ариш Ангелезудинов выпускает, я так понимаю, свой боевой стартовый состав. Пара блокирующих составит Марина Марютнича и Ирина Королева. В доигровке у нас Саманта Борисио. Эмпексика и Ольга Бирюкова. Россия. В диагонале Саманта Фабрис. И пасует сегодня, как и в прошлом матче, Елизавета Попова. Я так понимаю, что стартовым Либера будет также Анна Подкопаева. Либера номер один номинальный. И, надеюсь, сегодня молодую Милену Рафатулину, уроженницу города Казань, мы увидим также сегодня в игре. Ну что ж, буквально несколько секунд остается до старта этого интереснейшего матча. Наверное, самый упорный матч, который должен быть, ну, по крайней мере, на бумаге, потому что играют первая и пятая команда прошлого розыгрыша Суперлиги Паримач. И, дорогие друзья, должно быть интересно. И сразу же начинает Анастасия Балыкина. Капитан команды «Протон», которая вернулась после года, проведенного в Казани. Сезон 18-19 отыграла в составе казанского клуба. Это замечательная доигровщица. Была одной из основных ударных сил состава Казани того, так сказать, сезона. Но вот, к сожалению, только один сезон удалось казанским болельщицам и болельщикам наслаждаться игрой Анастасии Балыкины. Но пока Саманта Фабрис первым же касанием показывает, кто в этом матче будет хозяин, кто принимающая сторона. И очень уверенно и очень быстро забивает. Мяч зарабатывает первое очко для своей команды на подаче Ирина Королева. Не переставил я связующую командой «Протон». Это Мария Дороничева. Тоже прошу обратить внимание на эту волейболистку. Посмотрим, как будет вести команду, что будет придумывать. Мария Дороничева против очень организованного, быстрого и достаточно высокого блока команды. А вот первая атака у Саманты Бриссио оказалась не самой удачной. Прошу тоже зрителей, которые вчера, к сожалению, не смогли посмотреть матч с участием этой замечательной волейболистки из Мексики, которая родилась в прекрасном городе Гвадалахара и играла сразу за три сборные своей страны, за молодежную, за юношескую и за основную, в этом году перебралась в казанскую команду из итальянского Скандичи. Игоном США, обладательницей Кубки, Суперкубка Италии в составе Канельяно. В общем, волейболистка очень и очень высокого, я бы даже сказал, мирового уровня. В Казань другие легионеры и не приезжают. В последнее время и вот пару легионерских вакансий. В Казани занимают просто звезды женского волейбола. Это Саманта Бриссио и Саманта Фабрис. Вот такие вот Саманты в квадрате будут наводить ужас на защиту и прием соперницы в этом сезоне. Не только на внутреннем первенстве, но и на европейском в Лиге Чемпионов. Казань очень давно не участвовала в этом турнире. И в этом году имеет все шансы забраться как-никак далеко. 3-2 пока равная борьба. Саманта Бриссио вчера она очень хорошо подавала. Посмотрим, что будет на этот раз. И снова крайне неплохо, но справляется Либера Протона с этой атакой. А вот Казанский блок. Виктория Руссу попадает под чехол Ольги Бирюковой. Как я понимаю, поздравляет ее партнера по команде. И снова Бриссио на подачу. Достаточно такая плотная подача у этой мексиканской волейболистки. Такой невысокий подброс. И вот этим подбросом она пользуется. Потому что непонятно, какую подачу будет выполнять Саманта в этот или иной раз. Такая достаточно похожая подача выполняет Дмитрий Волков. И снова уренгойского факела. С одного и того же подброса Саманта может как подать силовую, так и укоротить, так и подать планер. Неприятно. А вот сейчас Саманта не справляется в приеме и будет что-то придумывать сама. Но нет, простой переброс через низ. А это Ярослава Симоненко. Хорошая атака Пайпом. Тоже прошу обратить внимание на эту волейболистку. Вообще очень симпатичный состав у Протона в этом году. Хорошая атакующая мощь и Виктория Руссу, и Бавыкина, и Симоненко. И вот Бавыкина сейчас не сбивает. Достаточно простой мяч, но была там на чеку блокирующая казанская команда. И вот Протон спасает очередной мяч Бавыкина. Не очень удобно. Но спасают казаночки этот мяч. Попова пытался выиграть в одиночку этот розыгрыш. И снова Пайп от Симоненко. Но в этот раз Саманта Фабрис. И сама же атакует. И попадает. Попадает. Попадает в линию, но просит Юрий Баричев запрос. Стоял он рядом с этим игровым эпизодом. И трактует решение судей абсолютно иначе. Как все болельщики и специалисты предполагали, очень упорной должна состояться эта встреча в борьбе. И никто трех партий здесь, наверное, не ждет, кроме болельщиков казанской команды. Да и саранской, я думаю, тоже. Вчера у нас произошла сенсация, потому что Северянка в пяти партиях обыграла Краснодарская Динамо, в котором тоже очень и очень серьезный состав подобрался в этом сезоне. И Ангелина Спирсгайта, и Мария Халецкая, и Ангелина Лазаренко. В общем, есть там кому играть, кому забивать и кому выигрывать. Но вот что-то не получилось вчера у команды из Солнечного Краснодара. Мария Халецкая была на подаче. Бавыкина атакует очень неудачно, но будет повторная атака. Русу искала там она руки блокирующих, не нашла. И очко переходит к канонской команде. Первый брейковый мяч зарабатывает команда Решата Гелезудинова на подаче Марины. Идеально принимает Бавыкина. Русу тоже не идеально атакует. Сложности пока у Протона в организации атак. Но Казань не лучше в этом розыгрыше. На Бавыкину. И капитан зарабатывает очередную очко своей команды 5-6. Анастасия Бавыкина поиграла и в московском «Динамо». К сожалению, ей там достаточного количества игрового времени тренеры московской команды посвятить не смогли. Затем перешла она в Протон, если не ошибаюсь. И вот из Протона уже поиграла сезон в «Казанском «Динамо» и снова вернулась, так сказать, ну, наверное, в свою команду. То есть уже второй сезон проводит Анастасия. И стала капитаном. Видимо, не просто так. Бирюкова придумывает там. Под дальнюю атаковала Ольга. Сложно ей там было. И, к сожалению, не забивает Ольга. И чуть ли не впервые в матче. Саратский брат, он выходит вперед. Юлия Максимова была на подаче. Фабриз. Фабриз без шансов. Это хорошо. Сейчас было. Нет пока «Казанская подача», которая была в первом матче. И с приемом пока у Казани не очень все плохо. А вот Протон. Ну вот. Только я говорил о том, что не та подача у Казани, как была во вчерашнем матче. Как-то уже Елизавета Попова подает в Бавыкину. И капитан команды ошибается. И перерыв. Юрий Маричев берет тайм-аут. Нужно что-то делать. Хотя никакой катастрофы я не вижу. Но Юрию Маричеву виднее. Дает он ценные указания своей команде. Решат Гелезудинов также собрал вокруг себя своих подопечных. Вчера практически всех игроков ростера казанской команды мы увидели в матче с Ипульсом. И появлялись на площадке, если я не ошибаюсь, только Евгения Старцева и молодая Милена Рахматулина. Но надеемся сегодня кого-то из них, а может быть всех сразу, удастся посмотреть в деле. Не принимал Евгения участие в Кубке губернатора Калининградской области. Но вот Евгения в строю. Капитан с командой. И ждем уже полноценного возвращения. Ошибается Елизавета Попова, молодая связующая, которая очень достойно провела вчерашний матч. И которая все ближе и ближе подбирается к стартовому составу. Но согласитесь, капитана и основную связующую сборной России подвинуть со старта очень сложно. Но я так думаю, в этом сезоне у Елизаветы будет больше возможности проявить себя, чем в прошлом. А вот и Бриссио со второй зоной. Очень такая необычная комбинация была. Практически с пятой зоны атаковала. Если угодно. Но это очко казанской команды. Хорошая заготовочка. Принимает Лавнова. Есть защита у казанской команды. Фабрис будет решать. А вот нет аута. Нет. Попова. И скидка мастерская. Конечно. Это мастерский было. Ничего не скажешь. Хотя был там и разорванный блок. Не успевала подстроиться вторая блокирующая. Но Бриссио решила выбрать иной путь. Не самая удачная доводка. И ошибка в передаче. И не было там касаний сетки. Да. Была действительно. Извиняется перед партнерами Фабрис. Вот так вот смотрю. Насчет все плотненько. Кажется что. Есть куда еще прибавлять казани. И прибавлять прям очень много. Как будто не включаются полностью в игру подопечной Гелезудинова. А ждут ошибок от Протона. А Протон-то не ошибается. Бавыкина. Ах. Забивает Анастасия. Предательский мяч конечно провалился на сторону казацкой команды. Но это мастерство. Хотя скажите мне. Покажите мне волейболисты. Которые скажут. Я 10 раз так падам и 10 попаду. Я думаю посмеются. А всем. Которые разбираются в волейболе. И даже те кто в волейболе разбирается не очень. Еще раз Бавыкина. Подает в Бирюкова. Бирюков справляется с приемом. Бриссио отведенный мяч. И на тройну. Блоке сбивает. Самата Бриссио. Нашла на стык. Все-таки Блока. Ярослава Симоненко не успела там дойти. И качественно поставить руки. Как раз. Звездная волейболистка из Мексики. Нашла этот стык. И заработала очко для своей команды. Сложный мяч был. Но я думаю именно для таких мячей. И подписывалась эта мексиканская звездная волейболистка. Русу. Скидывает. И Марина Марьюкович. Там пластается просто в защите. Блокирующая пластается в защите. Это конечно всегда очень мотивирует команду. И вы знаете почти-почти этот мяч был спасен. Бриссио не ошибается. И сама же в атаке. И закрывают ее теперь. Русу. Два очка подряд. Она набирает в нападении на блоки. И пока все неплохо складывается для саратовской команды. 12-11. Впереди уже Протон. Но будет съем у казанской команды. Надо конечно сниматься. Я думаю сейчас если возникнут проблемы. То Решат Гюзидинов будет брать тайм-аут. Но. Съем обеспечивает. Хорватская волейболистка. Брисс. И сама же отправляется на подачу. Вчера мы заметили такой интересный факт. Что практически все крайне нападающие казанской команды подают в прыжке. Подают в силовую подачу. Посмотрим что будет на этот раз. Да. Готовится к силовой. Но перешла все-таки на укороченную. Видимо не самый удачный был подброс. И. Нет. Попова неудачно скидывает. Будет атака. Курусу. И блок работает у казанской команды. И Фабрис на быстром мяче. И спасает мяч Бавикина. Хороший розыгрыш. Ах. Все-таки Марина к сожалению не смогла спасти этот мяч. Близок он был. Потеряла там видимо координацию. Марина немножко споткнулась. Но самое главное все хорошо. Желаем всем здоровья. Руссу на подаче. И попадает видимо под самую дальнюю линию. Цепляет мяч краешек площадки. И эйс у саратовской команды. И плюс два уже становится преимущество. И тайм-аут ожидаемо берет Решат Сердюч. Герезы Динов. Давайте послушаем главных тренеров. Такая возможность у нас сейчас есть. Возвращаемся мы на площадку. На подаче у нас остается Виктория Руссу. Юрий Маричев задерживает немножко своих подопечных. Объясняет им очень ценное указание. А Виктория Руссу родилась кстати в городе Нягань. В 99-м году 190 сантиметров составляет рост этой вельболистки. Но по некоторым источникам даже 193-194. Поиграла на Ивамичке. Долго играла в Одинцово целых три года. С 17-го по 20-й год. И вот в этом году перешла в Протон. Играла практически за все сборные России. И за Ю-19, Ю-20. За студенческую успела поиграть. И даже выступала в Лиге наций за основную сборную России. Пять матчей отыграла эта волейболистка. В основном выходя на замену. В общем, молодая, горячая. Ждем прорыв в карьере. И закрепление в основной команде России. О чем черт не шутит, возможно и поездка на Олимпиаду. В качестве второй диагональной, например. Конечно, позиции первой диагональной. Там за Натальей Гончаровой просто не зыбли. Смотрю на решаток Гелезудинова. Никого он пока не подзывает со скамейки запасных. Надеется на тот состав, который он выпустил в стартовом. Если угодно. Бриссио выполняет сложную подачу. Предательскую. Но справляются волейболистские протоны с этим мячом. И выигрывают, вы знаете, очень сложную. Очень сложный розыгрыш. Юлия Максимова там была готова. К этому он сколько от сетки. И пока 13-15. Симоненко. Посмотрим, что она покажет на подаче. Подает Бриссио. Бриссио справляется. И Брисс с задней линии достает. Неужели Ливнова этот мяч? Бавыкина. И не справляется уже с защитой Бирюкова. Не идет. Вот что сказать. Пока не идет. У казанской команды плюс 3. И вот так вот потихонечку по одному очку, по одному брейку растет преимущество команды Протон. Какая хитно улыбается Юрий Маричев. Подкопаева хороша в приеме, но не идеально. И снова в защите. Симоненко играет. Трус. Неужели сейчас этот мяч еще на эмоциях забьет? Бирюкова. Ливнова. Неплохо. И снова какая защита у команд. И снова Русу. Симоненко. Ох, как подкопаева-то там просто пластается в защите. Вот этот розыгрыш. Хайлайты срочно. Хайлайты очень срочно нужны. Этот розыгрыш. Потому что действительно красота. Не столько нападений, сколько в защите. Была в этом розыгрыше. В общем, в инстаграме такие ролики набирают очень-очень много просмотров. Лайфхак для СММ-специалистов в клубах. Морюхнич на подаче. Несложно. Быстрая атака будет. Но спасает мяч Фабрис. И сложный мяч пытался забить мексиканка. Еще раз Фабрис. Находит стык. Но справляется. Руссу. Еще одна атака. И вот здесь вот аут. Но было касание блока. И замечает. Это главный судья. И все равно очень-очень остается в команде из Сарана. Еще и блок. Еще и блок. Тут под казанскую команду попадает. Неприятненько. Неприятненько. И плюс четыре. Нужно что-то менять. Конец партии. И готовят замену Решат Гелезудинов. Анна Котикова, я так понимаю, сейчас выйдет вместо Ольги Бирюковой. Первый темп. Первый темп совсем не играет Елизавета Попова. Но это объяснимо. Нет, идеальная доводка. Постоянно пытается Елизавета отправить мяч куда-то там в край. Своим звездным нападающим. А тут под боком есть не менее звездная Ирина Королева. Королева, да еще с таким красивым именем Ирина. Продолжаем. А вот сейчас выигрывает мяч Мария Дороничева. Касание блока. Что было? Непонятно. Недоволен Юрий Маричев. Очень высказывает так эмоционально. Но есть у нас видеопросмотр. Я так понимаю, он инициирован казанской стороной. Посмотрим. Сверхотуры здесь сложно пока сказать, какой эпизод. Хотел посмотреть Решат Гелезудинов. Оно отчетливо было слышно даже наверху, что Юрий Маричев говорил что-то там про касание блока. Либо он сказал это судьям. Сказал это судьям. А, все понял. Интересно. В общем, Юрий Маричев взял просмотр, потому что судьи заподозрили, что касание блока у Марии Дороничевой не было. И она смахнула мяч в аут самостоятельно. На что, конечно, волейболистки Протона очень неоднозначно эмоционально среагировали. Посмотрим. Юрий Маричев продолжает что-то доказывать. А не показать ли там карточку. За излишний разговор эмоциональность. Есть просмотр. Давайте смотреть просмотр. Запрос, конечно же, удовольствоверен. И счет снова у нас плюс 4. В пользу казанской команды увидели бы просмотр. Надеюсь, дорогие болельщики и телезрители, вы также его увидели. Кстати, в последний раз Протон выигрывал в первый и последний раз Кубок России в 99-м году. Представляете, 21 год прошел. Как же давно это было. А почему бы и в этом году не побороться? Потому что команда достаточно неплохо играет в Кубках России. И в 93-м, в 2001, в 2007, в 2016 и в 2017 завоевывала медали. Но вот выигрывала лишь однажды в 99-м. А вот призы чемпионата России команда Юрия Маричева выигрывала очень и очень давно. В 3-м, в 4-м и в 5-м годах бронзовые медали оставались в Саратове. А да, Анна Котикова выходит вместо Ольги Бирюковой. Эту замену мы анонсировали. И, я так понимаю, на подачу под заднюю линию. Анна Котикова выходила, выходит. Были у нее повреждения, была у нее очень неприятная травма, которая очень долго не давала покоя Анне. Спокойно и на хорошем уровне выпрыгивать, атаковать. Поэтому, как правило, выходила в прошлом сезоне на усиление либо подачи, либо на заднюю линию, на усиление приема. Под Копаева тут как тут. Фабрис, по-моему, близко к сетке было сейчас. Еще раз Фабрис. И выигрывает мяч в европейском стиле. Блокаут. 19-17. Но нужно сейчас где-то искать брейковые очки казанской команде. И как никогда подача на Котиковой. Должны казанской команде в этом помочь. Сигнализирует судья, что проблема там с антенной. И уже Юрий Маричев вынужден брать второй тайм-аут в этой партии. 19-17. Накаляется у нас обстановка в центре волейбола. Пускай болельщиков не так много. Кстати, кто не знает, правительство Республики Торстан приняло решение допускать до 50% болельщиков на спортивные мероприятия. Волейбол не остался без исключения. Но по понятным причинам пока болельщики не торопятся. В центре волейбола очень сильно ждем всех ближе к началу чемпиона. Кстати, первый матч состоится уже совсем скоро. 19 сентября. Первый матч в Суперлиге Париматч. Прошу прощения за тавтологию. 17-0-0 против Нижегородской Спарты. Новичка в Суперлиге ошибается. А Накотикова. И снова плюс три. Плюс три, которые Казань никак не может сократить. Соответственно, подарить нейтральным болельщикам интригу в конце партии. А казанским болельщикам отодвинуться. Кинуть Каравалу со стола и наблюдать уже за матчем спокойной обстановки. Попова и Фабрисио это была. Как же далеко улетает мяч. Сейчас не исполнила Гербинча на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Вольболист Кафратона было бы очень бы красиво. Но там, конечно, стол стоит. Я вот так смотрю за рекламным щитом. Было бы, конечно, интересно. Но он, Гапет, бросался. Помню, да? Вся этот знаменитый матч в Перудже. 18-го года. Полуфинал Лиги Чемпионов. Первый матч. Тогда, пожалуй, наверное, этот эпизод стал решающим в матче. Потому что такие эпизоды заставляют команду заводиться и искать какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы в матч выиграть. Так и получилось, кстати, тогда. Видимо, не получится пока в этом матче. 20-19 подбирается казанская команда. Уже одну очку осталось Королева. Бавыкина не справляется с приемом откровенно. Но будет атака у Руссу. Есть там организованный прием. И как же Котикова не добралась до этого мяча? Она могла рыбкой прыгнуть. Но легко мне, наверное, здесь говорить с верхотуры комментаторской кабины. И снова плюс 2. Но будет съем у команды. Казани будет еще несколько возможностей отыграться. И Фабрис там подавать будет, насколько я понимаю. Справляется. Кто же это было? Котикова, по-моему, и Бриссио тут не ошибается. В прошлом матче я так одну-две скидки только со стороны Бриссио видел. А тут уже в первой партии их было, по-моему, 3. Но повыше блок, конечно, потому что у команды «Импульс» практически самый молодой состав, наверное, среди всех участниц предварительного этапа Кубка России. Всего 19,5 лет. И тут на площадку выходит место Саманты Фабрис Арина Федоровцева. Вот так вот удивить решил принимающих саратской команды Решат Селезидинович Гелезудинов. Посмотрим, что покажет молодая волейболистка Казани. Не усложняет. Совсем идеальный нанос. Прием! Симоненко! И Подкопаева не была готова к этой скидке. Даже не скидка-то была. Вот такой вот... Удар в центр площадки. И обратная замена. Возвращается Фабрис. Почему, интересно, Гелезудинов выпустил Федоровцеву? Интересно. Если ты выходишь на подачу, наверное, надо усилять. Как-то или как-то неожиданно какое-то действие делать. А здесь еще и Фабрис ошибается. Посидел на скамейке. И саратский про тот, как никогда, близок к победе в партии в Казани. Берет тайм-аут Решат Гелезудинов. Не поздно ли? Давайте послушаем, что скажет главный тренер казанской команды. Резюмирую пока. Не получается указаний в приеме. Доводить мяч идеально до Елизаветы Поповой. Таким образом, чтобы могла задействовать первый темп. Ирина Королева совсем без мячей. И пока играет не так эффективен казанский блок пока. В общем, есть что усилять. Есть куда расти. Я думаю, во второй партии игра будет совершенно другой. А вот какой скоро узнаем. Идеально принимает Котикова Брисио. Но есть смягчение. Руссо. Снова Котикова в защите. Фабрис будет придумывать. И забивает Саманта. Сложный и важный, что самое главное, мяч в этой партии. И вот он шанс для Казани. Саманта Брисио отправляется на подачу со своей крайне неприятной подачей. И сразу же замена Анны Котиковой. На переднюю линию выходит Ольга Бирюкова. Я так понимаю, на блок. Потому что рост Ольги составляет в целом 195 сантиметров. Тут и мужчинам мало не покажется. Ну, давайте посмотрим. Хорошая подача от Брисио. И прием просто у Симоненко. Замечательный сразу же быстро атака. Есть ли там касание? Да, есть. И матч Болл. Прошу прощения, сет Болл. Как-то так уже эмоции захлестнули меня. Хотя это только предварительный этап Кубка России. Но эмоции на всю Суперлигу. Еще одна замена готовится. Брисио справляется. Хороший прием. И забивает Бирюкова. И тут же замена. Казанской командой вместо Марины Марьюхнич на площадке появляется Таисия Коновалова. Еще одна волейболистка, которая перешла в стан Божьих коровок из Казани. Прошлый сезон провела в Сахалине. Высшее волейбольное образование получала в московском Динамо. Но вот в этом году призвано усилить Казанский блок. И Бавыкина выигрывает первую партию для своей команды. Очень неплохо по диагонали. Готовимся мы к старту второй партии. Я так думаю, при наполненной злостью гатанские волейболистки захотят вернуть себе статус-кво и забрать этот драгоценный первый сет для себя. 0-0 На подаче Саманта Брисио, которая могла чисто теоретически своими подачами, конечно, перевернуть ход неудачно складывающейся первой партии в ее конце. Но не удалось. Силовую на этот раз решила подавать Брисио. И сразу начинает второй сет сейса. Хорошее начало казацкой команды. Важна, важна вот эта вот зарядка перед стартом сета. Дать хорошее настроение не только себе, но и своим партнерам. Немножко завести болельщиков. Еще одна хорошая подача. Не справляется Либера. И будет атака у Казани. И Фабрис забивает. Забивает Фабрис. Это было очень хорошо. 2-0. Главного там не справлялась с приемом Брисио. И третья подача подряд. И Юрий Маричев от Гриха. Подальше берет тайм-аут. Берет тайм-аут, дорогие друзья. Давайте послушаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой вот очень бодрый Начало тканской команды Саманта Брисио Два очка подряд Очень с хорошими подачами Стартовала казанская дружина Женская казанская дружина Если угодно И замахнется ли на третью Тоже хорошая подача Но Лавнова справляется на этот раз Симоненко под блок попадает В Бирюковой Королеву Сконструировали там казанский блок И звучит Знаменитая песня казанского центра волейбола Блок-блок для соперников урок Я думаю Симоненко не будет В следующий раз так прямолинейно пытаться Провить блок чемпионок России А Саманта Брисио продолжает Оставаться на подаче Еще одна И очень близко по-моему это было Ну по крайней мере по идее да Совершенно никаких волейболисток Протона не было в той зоне Куда прилетел мяч И было бы на самом деле Очень красиво это посмотреть Бирюкова Хорошая защита Протона Симоненко И снова по рукам играет Который раз уже в сегодняшнем матче Просто терроризировала Казанских блокирующих И принимающих Симоненко Выполняя этот игровой элемент Фабрис Фабрис Есть там блок у Протонской У Протона Но вторым Второй попыткой Фабрис Пробивает И так по диагонали Глубоко Очень неплохо И что там Юрий Маричев негодует Замена что ли Или нет Непонятно Неправильный запрос Неправильный запрос Говорит судья А не карается ли это Никакими санкциями Для Юрия Маричева Очень популярно Сейчас слово Готовы Ну все Все решили Казалось бы Как говорится Момент заигран Королева Под музыку еще успела подать И хорошая атака Снова это Симоненко Вперед Для себя Время лидерства В начале этой Пока не просто Складывающейся партии И вот так вот С 3-0 Протон сокращает Отставание до 4-3 И как-то уже Не легче Казанским болельщикам Русу Еще и Брис Ошибается В приеме Пытался ее Поздраховать Бирюкова Но к сожалению Не получилось И 4-4 И можно начинать Все заново Отрыв Закончился И снова Не справляется Брисио с подачей Но Бирюкова На этот раз На чеку Симоненко Снова терроризирует Казань С этими скидками От рук блокирующих На этот раз Саманта Фабрис Попалась в ловушку Ярослава Симоненко 190 рост Этой Доигровщицы Сейчас закончится атака И поговорим Мы о Ярославе Симоненко А пока Русу Попадает под блок Видимо просто Надо было отдать Симоненко Ярослава бы все решила Родилась Ярослава Симоненко В городе Челябинск И начинала Свою волейбольную карьеру В команде Юности Митар Затем играла И в Олимпии И в основной Команде Митара Сезон 17-18 Провела В Северянке 18-19 Играла за Уралочку Под руководством Легендарного Карполя А вот В 19-м году Перешла За Перешла в команду Протон Где по сей день Не играет Есть старшая сестра У Ярославы Яна Которая также является Волейболисткой За сборную пока не играл Но я думаю с такой игрой Как минимум Внимание на себя Серджио Бузатой Тренерского штаба Сборной России По волейболу Обратит Я думаю Если Также будет Выдерживать Тот уровень Который Ярослава Показывает сейчас То все реально Абрис Еще в приеме Абрис Очень мощно Но справляется Руссу Бавыкина Не забивает Руссу Снова Попадает Под блок Причем Туда же Если я не ошибаюсь И в 7-6 И так вот Заводят себя Девушки Если честно Так вот смотрю И уже каждый мяч Так воспринимают Достаточно эмоционально И стараются Покричать Так сказать Выплюсить эмоции Бирюкова И Заступила За линию Ольга Бирюкова Как правило Какие-то Миллиметражные Заступы обычно Не свистят Но здесь По-моему Очень прям Так явно Ольга Бирюкова Заступила И Просто подарила Очко Запернику 7-7 Бриссио Очень высоко Выпрыгивала Руссу Подкопаем А Проша в защите Снова Бриссио И снова Кто это там Играл Ну да ладно Еще раз Бриссио Уже Бирюкова Играет Фабрис Очень неудобный Достают Неужели Достают А что По-моему Там не было По-моему Там не было Господин Господин Судья Конечно Будет просмотр Со стороны Команды Протон Знаете Даже мне Показалась Верхотур Компетитарской кабины Что Успела Подставить Руку Волейболистка Протона Розыгрыш Будет Отдали очко сюда Сейчас Спорный Значит возвращаем Очко Розыгрыш Будет Спорный Да Объявили Спорный Розыгрыш Поэтому Очки Возвращаются И не попадает Не попадает Юлия Максимова Была Это Если не ошибаюсь Юлия Максимова Которая Перешла В Протон Совершенно Недавно В этом сезоне Выступала До этого За Уралочку И Королева Там спасает Этот мяч И что Неразбериха Тогда Неразбериха Была На одном Очень известном Европейском Спортивном канале Такая программа Вот Вот туда В принципе Этот игровой эпизод Очень неплохо Вы зашел Если говорить Про Протон И про Сезон 2021 То Пришли в команду Как раз таки Виктория Руссу Вера Салли Коанна Сосе И Бехселева Кстати Которая Выступала Достаточно Долгое время За молодежку Казанскую И была там Капитаном И Завоевала Золото В свое время В молодежной Лиге Экстерин Доройничева И Юлия Максима Пришли Как раз таки А из Тех Кто Ушли Мартинюк Кубки Бавыкин Бавыкина Очень молодая Ярослава Атаковать Попова Страхует Пыталась Причем Забрал Он просто Опыти Прекрасно Видит площадку Это Волейболистка Нашла Свободные Зоны И Аккуратненько Без лишних Нервов Отправила туда Мяч И вот он Брейковый Мяч Брейковый Очко Федоровцев Еще раз Еще Сложная Подача Здесь Уже Получше Прием И В самый Уголочек Виктория Русс Попадает Хорошо Так Кистью Отработала Обвела Этот Свой Обвела Казанский Блок И Не Дала Казанской Команде Уйти В отрыв Максим Вона Подачу Была Не самое Сложное Бриссио Не забивает Но зато Играет На блоке Вот сегодня Явно Конечно У Бриссио Статистика В нападении Будет Явно Похуже И Тайм-аут По-моему Берет Юрий Маричев А нет Видеопросмотр На что По-моему На касании Сетки Но в большей Степени Это История Про какой-то Небольшой Перерыв 17-15 Уже Еще Так вот Тихонечко Тихонечко Мы приближаемся К концовке Второй партии И я бы не сказал Что игра Как-то явно Изменилась Да Получше Наверное Стал прием У казанской команды Так визуально Чуть побольше Стали ошибаться Волейболистки Саратского Протона Ну и наверное Результат В этих Трех Четырех Очках Налицо Там То есть Коновалов Готовится Выйти на площадку И по-моему Ольга Бирюкова Также рвется В бой Рвет и мечен Запрос не удовлетворен Все очевидно Юрий Маричев Конечно Очень опытный Тренер И знает Какими Такими Волейбольными Хитростями Пользоваться Встречаю То есть Коновалова Вся команда А вот Бирюкова По-моему Пока не выходит Пока ждет Своего часа И на подачу Как раз Коновалова И есть Усложнение Подачи Ирина Королева Вот так вот На вскидку Чуть ли не первая Такая активная Очков зарабатывает В сегодняшнем матче В концовке Второй партии Это о многом Говорит И Маричев Сразу берет Тайм-аут Подзывается Себе Своих девушек И уже камера К нему подъезжает Давайте слушать И смотреть Если бы Он был женщиной Можно было что-то сделать А так Я не смогу Продолжение следует... Продолжаем И есть прием У Протона И к сожалению От блока Мяч отправляется В аут Принимает Саманта Бриссио Не очень удобно Было Фабрис Атаковать Будет атака У Протона Со второй линии Симоненко Ищет снова Фабрис Есть защита Снова Симоненко И забивает Ярослава Бриссио Там скидывала мяч Не очень удобно Конечно По-моему Сетку Заделась Снизу И снова Вперед Просмотр Юрия Мари Запрос Касание сетки Попросила Главный Тренер Протона Ну что же Друзья Будем смотреть Давайте смотреть Субтитры видимо есть у нас какое-то решение дорогие телезрители надеюсь я я надеюсь что вы видите на своих экранах повторы этого игрового эпизода потому что у меня такой технической возможности просто нет 19 17 казани с небольшим запас 0 пока впереди напоминаю счет 01 ведет по партиям саратовская команда которая очень неплохо провела концовку первой партии и при условии что выиграть сегодняшний матч может на некоторое время возглавить зону 2 зону 3 прошу прощения на предварительные этапа кубка россии ими не верит на еще ахлидиане а юрий варичев так вот постоянно и продолжает разговаривать с судьями этим хватает общения главному тренеру саранского протона во время игры сожалению не могу я сказать отвечает ли мы или ему сути но выглядит все очень интересно и любопытно затянулась у нас пауза есть время у спортсменок пока выпить воды восстановить силы действительно видео запрос пока очень и очень долго пока обрабатывается в казани а дорогие друзья кто не знает сегодня также завершился очередной тур мужского предварительного покупка россии раз уж мы работаем из казани то важно сказать про казанский зенит про то что команда владимир олег на сегодня уверена рано-рано утром в 7 30 по москве играла команда сумела обыграть аренкурский нефтяник со счетом 3-0 и победив в трех матчах из трех в уфе отправляется в казань подготовиться уже к следующему этапу который пройдет в казани 16 по 18 сентября ждем всех центре волейбола информации думаю о билетах и правилах посещения этих матчей появится ближайшее время на официальном сайте и на интернет ресурсах интернет ресурсах казанской команды пока юрий марчев негодует трогает сетку и объясняет правила волейбола судьям интересно интересно и крайне любопытно завета попова продолжает оставаться на подаче как бы эта пауза не смутила молодую связующий казанской команды главного принимает идеально павликина павликина забила 19 18 и уже капитан анастасия павликина будет пополнять свою неприятную подачу и ставить в тупик принимающий казанской команды фабрис русу будет атаковать и по-моему не было там касание блока и 20 очка отправляется в копилку казанской команды вот мы перешагнули 20 очковый рубеж и на подачу со стороны казани отправляется саманта бриссио это всегда опасно это всегда интересно и любопытно хорошая подача но принимает симоненко и сама же в атаке и срывает откровенно удар искала наверно руки блокирующих но нашла лишь аут и 21 18 остались и таймауты у юрия маричева так вот на вскидку сразу не скажу а вот здесь сама табрисио ошиблась и дарит пока протону шансы для того чтобы бороться в этой второй партии и залезть какую-то более менее интересную концовку замена у нас готовится составе протона замена федоровцева и снова забивает по моему не вспомню я чтоб промахивалась федоровцева ли ошибалась в атаке был то момент когда и сам удобно передачу отдали и пока на площадке все сильнейшие но видимо будет замена сейчас а марюкчич возвращается вместо коноваловой королева на подачу справляется симоненко а нет не справляется и будет мяч для казани но есть блок защита русси забивает важнейший сложнейший мяч прошу прощения за превосходную форму глагол на 10 и все пошли замены анастасия чернова под номером 8 сейчас заменит так понимаю на переднюю линию выходит анастасия чернова а меня это на марию тару ничего связующую меняет пасовать я так понимаю будет грузин лавнова руссу справляется казань с приемом федоровцева будет атаковать но вот впервые не забила подпозрила себя процент тимоненко но нет вы знаете по сути все таки максим в казань в атаке и как же мастерски по взрослому накатом забивает арина федоровцева теперь на проще на площадке появляется вера саликова я вот замена через розыгрыш двойная получилось симоненко попала под казанский блок и есть такое ощущение что как будто занизил и передачу чернова прошу прощение саликова это было и уже фабрис будет показывать чудеса подачи и что здесь было ошибка второй передачи и вот таким вот достаточно странным образом завершается у нас вторая партия за счетом 25 20 казанская динамо агбарс выигрывает второй сет и сравнивает счет в этом крайне непредсказуемым и интересном матче резюмируем какие-то итоги второй партии можно сказать что как гораздо чаще стали ошибаться волейболистки саратовского протона а команда решата гелезудинова наоборот прибавила в собранности и исключила ряд своих ошибок да и стала получше принимать ирина королева стала касаться мяча в нападении и казанский блок по моему сыграл лучше чем в первой партии вот вам итог то и конечно же очень и очень неуверенная игра подопечных юрия маричева в концовке этой партии если в первой первом сете команда маричева сыграла крайне крайне удачно тоже во второй партии что-то не получилось и те замены которые сделал юрий маричев наверное были ну как минимум не того эффекта ожидал главный тренер команды от них чернова и саликова вышли и по моему по разу ошиблись неплохо начала вторую партию ярослава симоненко но потом попала под казанский блок в конце и наверное стало и отрешающим очком в этой второй партии 1 1 ждем партии под номером 3 показали сегодня на площадке еще не появлялись евгений старцева татьяна каточкина и витакимова а ну и конечно же милина рахматуль на всех остальных как будто мы уже видели хотелось бы наверное посмотреть на милина рахматуль но в деле татьяну как ну и конечно капитана на евгению старцеву надеемся евгения готова и сегодня тренерский штаб казанского клуба даст возможность капитану команда сыграть несколько играл розыгрышей и почувствовать долгожданный игровой ритм совсем недавно казанская команда приняла участие фотосессии в ежегодные фотосессии которые проводят маркетинговый отдел клуба перед сезоном и довелось бы не посмотреть на все это чудное действие могу вам сказать что всех болельщиков однозначно результат приятно удивит порадует а в общем следите со социальными сетями youtube и официальным сайтом казанской команды и увидите эту красоту ну точно в числе одних из первых продолжается у нас сам а 4 партия динамо акбарс протон саратов команд уже вышли на площадку готовый начинать я думаю это партия станет от наш определяющих в сегодняшнем матче сумеет ли протон восстановиться после не самого удачного второго сета или же казань все таки свою победную отступ подступ не прекратит юрий марич продолжает разговаривать со всеми абсолютно достаточно интересно всем этим наблюдать бавикина начиная третий сет сразу подает федоровцев у которой кстати начала стартовом составе третий сет а изменения у изменений в составе протона нет третий сет начинает все те же кто и начинал а матч справляется казань с приемом борисе бавикина в защите оказалось там где нужно а тут рус очень хорошо по диагонали прошивает казанскую защиту и поправить попадает прямо в линию а ошибается на этот раз бавикина наверное был смысл так вот рисковать попробовать на тоненького сыграть после двух стартовых ноль ну а пока на подачи казанская саманта бриссио саманта который из мексики есть еще саманта который с хорвати и хорошая подача в бавикину исправляется с приемом русу два очка подряд приносит своей команде блок аут получите распишитесь и нет не спасает русу этот мяч хорошая была атака казанской команды и снова ошибка снова шипы которые которые еще начались в конце второй партии вот продолжается эпидемия ошибок пока 3 3 близко достаточно было и судья увидел касание края площадки у ирины королева после подачи и это есть казанской команды еще одна подача симоненко справляется еще атака симоненко но есть защита указания придорогцева так вот очень неплохо вошла в игру эта молодая волейболистка не будет атака со второй линии с задней линии по выкина забивает не будет и и и и и Зароничево. Неожиданно. В первую очередь для казанских защитников, принимающих. И никто на этот мяч среагировать не успел. 5-5. Повторяется сценарий первых двух партий. И снова Бриссио ошибается на подаче. Так вот посчитает. Наверное, разы три уже. Саманта не была готова к подаче зарадской команды. Помните, один раз Бирюкова не успела. Второй раз Бирюкова успела подстраховать. Вот сейчас. Вот сейчас справляется Бриссио с подачей. Фабрис очень быстро скидывает Лавнова. Лавнова там ждет эту скидку. И Симонет. И снова, снова Ярослава и Симонет. Юрий Маричев там в защите очень неплохо сыграл. Но, к сожалению, правило мне это запрещено. Так что, я думаю, что и Решат Гильзудинов пару раз бы с пайпа показал, как нужно забивать. Но такая очка у казанской команды. Лавнова. Есть прием. Бабикин уже там не особо опасно атакует. Фабрис снова скидывает. Неужели неудобно? Который раз уже Руссу срывает. Там удар, как мне показалось. Хотя вот по направлению мяча так и не скажешь. Стоп, по диагонали. У нас вход ударить. Виктория. Но это была ошибка. Фабрис не рискует пока. Руссу уже скидывает. Подкопаева готова к этим скидкам. Фабрис. Вот снова почему-то неудобно сам антифабрис все эти мячи атаковать. Как будто потерялось взаимопонимание между Фабрис и Поповой. И что-то ей сейчас подсказывает Решат Гильзудинов. Видимо, как раз таки корректирует точку, где должен оказаться мяч в нужное время, в нужное место. Симоненко. Брисио в атаке. Странное решение Арины Федоровцевой. Еще раз Симоненко. Его сейчас уже очень-очень мощно. На двойной блоке. Ошибка расстановки сейчас Юрий Маричев заметил у казанской команды. Но все равно Протон выигрывает очко. Очень агрессивно и ярко сигнализировал главный тренер Протона о том, что судьям стоит обратить внимание на расстановку казанской команды. Еще одна подача. И вы знаете, очень-очень близко там все было у Симоненко. Но опыт казанских девушек не подвел. 9-9. И снова все близко. И снова все у меня тоненького. Федоровцева силовую. Хорошо. Но идеальный практически прием. И скидывает. Второй ничего. Второй раз за сет, если не ошибаюсь. Еще один блок вот так вот просмотрел. Это что, Елена Савкина появилась на площадке номер одиннадцатый. И ошибается, к сожалению, Марина Марехнич. Я думаю, такие подачи, конечно, терять таким образом никак нельзя. Простую тактическую. Понятно, там где-то, если спортсменка рискует, подает силовую подачу. Федоровцева. Хорошо сейчас было. Амплитудно. Высокое, что самое главное, неожиданный соперниц. Попова не самая ужасающая подача. Подкопаева готова к этим скидкам. Побриз. Мощно. Забивает Саманта. Двенадцать одиннадцатый. Вот, исходя из логики прошлых партий, где-то именно вот начиная где-то с двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого очков, одна из команд начинает уходить в такой небольшой отрыв, и начинаются качели. Саманяк справляется, Доронича отдает на Савкину. Ну, Попова на Фабрис. Фабрис скидывает. И Руссу там забивает. Отметим еще Лавнова, которая спасла этот мяч. Очень хорошо это все было. Очень телевизионно смотрелось. Надеюсь, наши телезрители получили чисто эстетическое волейбольное удовольствие при просмотре этого игрового эпизода. Да и матча в целом. Матч смотрится. Павыкина. Королева снова играет первым темпом. Еще раз решила атаковать. Но, к сожалению, ошибается. Наверное, перемудрилась сейчас Ирина Королева. Но просит посмотреть игровой эпизод Решат Гелезудинов. И просит посмотреть касание сетки. Вот так вот. Услышали мы просьбу Решата Гелезудинова. Ну, давайте смотреть. Тоже свои выводы определенные сделаем. Может, да может ли Решат Гелезудинов взять подобным образом небольшой перерыв для своей команды. Потому что несколько очков подряд проиграла его команда. нет удовлетворенной. Не было там касания сетки. Все спокойно, играем дальше. ошибается уже под Капаева впервые в матче, я так думаю. И Симоненко забивает. Вот это уже полноценный тайм-аут. Я думаю, надо брать Решата к Решат Гелезудинову. 12-14. На подачах Анастасия Бавыкина уходит вперед саратовская команда. Еще одна подача и предательский падает. Но Попова готова к ней. Но не будет разместенной атаки у Касани. Но Фабрис здесь забивает на организованном блоке и приносит очень-очень важное очко для казанской команды. И в 13-14 мне кажется уже все такой катастрофой. Уже как-то и улыбки есть на лицах. Поэтому можно играть. Да еще и Брисио на подаче. В общем, живем. Руссу играет в защите Фабриса. Сама же будет наказывать. Но нет. Да Рунчева там в защите очень неплохо. Руссу очень сложный мяч. Что же его выиграет? Руссу оставляет его на своей половине. И достанет ли? Ах, к сожалению, не успела добежать до мяча сама Табрисио. Ана Подкопаева там не идеально подбросила над собой этот мяч после атаки. И 15-13. Федор Ровцева еще попадает под блок. Тоже, конечно, никак это положительным образом не влияет ни на психологию Арины, ни на казацкую команду. И видя все это, решат и Резутинов берет тайм-аут для своей команды. Продолжение следует... Саратовский протон И просто на чистой сетке осталась Арина Федоровцева Блестяще сыграла Елизавета Попова И конечно никаких абсолютно шансов Просто никаких Арина Федоровцева забивает очень-очень мощно и уверенно Нет никаких усложнений от подачи Ирины Королевой Бавыкина со второй зоны И будет там переходящий мяч Но будет атака у Казани Федоровцева и снова забивает Арина Герой пока этих двух игровых эпизодов И вот так уже От преимущества Братона ничего-то больше не осталось С 15-16 и уже Донецкий штаб саратовцев Вынужден брать тайм-аут Давайте послушаем Братона ничего-то больше не осталось Продолжаем мы Давай-давай Заря доносится с квадрата запасная казанская команда Это значит Ирина Заряшка А ныне Королева была на подаче Но к сожалению этот игровой эпизод И этот розыгрыш Остается в пользу саратовского протона И замена у нас Снова Анастасия Чернова Появляется на площадке Виктория Руссу Переходящий мяч не справляется Казаночке с приемом И снова эти плюс три Два мяча подряд выигрывают Девушки из Саратова И приближают пока Победу в третьей партии К себе Подкопаева здесь готова Федоровцева не забивает на этот раз Будет еще одна такая указание Фабрис Но есть тут защита у Протона Симоненко наступила по-моему Но была она на передней линии Поэтому проблем нету Задела Марина к сожалению сетку Это девятнадцатая очков у Протона И вот сейчас наверное Казани нужно включаться уже по полной Извиняется Марина перед своими партнерами И берет Решат Гиризуинов Еще один тайм-аут Вот так вот Три тайм-аута подряд У нас состоялись Возвращаемся мы в Казанский центр волейбола Арена которая является домашней для двух хороших И очень именитых российских Не только российских Да и европейских Мировых клубов Зенит Казани Динамо Акбарс И пока девятнадцать пятнадцать У нас Федоровцева показывает Что умеет не только мощно атаковать Но и очень элегантно Скидывать мячи Шестнадцатый мяч забивает Казань В этом сете И Виктория Руссу У нас покидают площадку И выходит на И выходит у нас Фера Саликова Снова двойная замена у Протона Ошибается Фабрис И снова у нас на площадке Чернова И Саликова Поменяли Руссу И Дароничеву Интересно В прошлом сете не сработало Это замена Федоровцева забивает снова Так вот Акцент А так Елизавета Поповой Переместился на Федоровцева Ну и Логично это Узнают Друг друга Эти девушки По молодежной команде Казани Давно уже вместе играют Как будто больше уверенности В передачах Федоровцева и чувствует Елизавета Попова Ну а пока Ошибка снова на подаче У Казани Вот снова эти ошибки на подачу Когда пошли И перестала лететь Подача у Казанской команды Сразу Начинаются проблемы Брис Все чуть ли не идеально Мариухнич там Не забивает К сожалению Попадает под блок И Таисик Коноваловы Меняет Марину Не пошла игра у Марины В середине этого сета Несколько Ошибок Совершила Марина И Заслуженно отправляется Пока Посмотреть игру Со стороны Брисио И снова забивает Протон Зарабатывает Очко Уже На блоке Брисио ошибается И какая-то череда Неудач По-моему Самое большое Отставание Которое у Казани Было В сегодняшнем матче Да и вообще Отрыв Между двумя командами 6 очков 17-23 Но нужно сейчас Казани забивать Точно Снова в защите Играет Протон Как тут забьешь Бавыкина Брисио Еще раз Федоровцева Но забивает Арина Момо Единственное Сейчас забивает Достаточно Стабильно Надо что-то Казани Пока Менять 18-23 Коновалова На подачу Как я понимаю И ошибается Таисия А Вместо Веры Саликовой На площадке Появляется Викторио Руссу На переднюю Линию Для усиления Блока 24-18 Несколько Сетболов У саратовской Команды Я думаю Что-то должно Экстраординарное Произойти Чтобы команда Решата Гелезудинова Но эту мертвую Партию Смогла вытащить Конечно Очень-очень сложно Хотя Волейбол знает Разные ситуации Почему бы Этому сету Не войти Но как минимум В историю Кубка России Этого сезона Почему бы Нет Пауза Пауза у нас Возникла Что-то Судья Объясняет Саманте Фабрис Ирина Ирина Королева Заводит Своих Партнеров По команде Видно Это Сверхотур Комендаторской Кабины Не доводит Идеально Не доводит Идеально Федоровцева По-моему Мне показалось Борисио попало Судье так не показалось А Решату Ежединову Тоже показалось Так же как мне И видимо На это и рассчитан Видеоповтор Ну давайте смотреть Пока 1-2 По партиям У нас Висит на табло Но все может Измениться Буквально В следующие Несколько секунд Давайте смотреть Ну и судя по реакции Судье Видимо Не попало Все-таки Саманта Брисио И да Не попало Саманта Брисио Этот Мяч В площадку И 25-18 Команда из Саратова Чуть не сказал Из Балакова Хотя Тоже Имеет место быть Забирает Второй сет 18-25 И нас ожидает Интереснейшая Четвертая партия А может быть За ним Это и Брей Вот это вот да Интересно И любопытно Никуда не уходите Снова пропали ошибки У протонов Третьей партии Их стало гораздо меньше Хотя поначалу Так не показалось И Полетела подача А вот Казань Наоборот Стало очень много Ошибаться в приеме И помните Да Вот эту Очень неплохую Серию подач Ансасия Бавыкина На которой Как раз таки Команда Юрия Маричева И сделала Ключевой Разрыв В этом сете И потом Лишь Наращила свое преимущество Казалось что там Казань была близка К тому чтобы Его сократить Но тайм-аут Юрия Маричева Спутал все карты Решату Гелезудинову И счет на табло 18-25 В конце команда И сказание Просто Не могла Забить в атаке Что и привело К такому результату Конечно Походу Сета Не должна была А заканчивается С таким Счетом Эта партия Ну Будет у нас Как минимум Еще одна партия Еще одна пища Для размышлений Интересно Интересно Конечно Команда У Юрия Маричева Нарисовывается В течение Перед стартом Этого сезона С яркими И перспективными Что самое главное Лидерами И Виктория Руссу И Вера Ярослава Симоненко И Опытнейшая Анастасия Бавыкина Да и Юлия Максимова Очень неплохо Выступает По крайней мере Судя по сегодняшнему матчу В общем Поживем Увидим Но сладко С этим соперником Точно никого Никому не будет Ни признанным лидером Ни Дерзким Новичкам Если уж мы говорим Про анонсы И про следующий сезон Который стартует Кстати в Казань 19 сентября Матчем против Нижегородской Спарты Начало матча В 17.00 Обязательно приходите Билеты Ищите На интернет Ресурсах Волейбольного клуба Динамо Казани В кассах центра волейбола А уже 27 сентября Состоится матч За суперкубок России Между командами Динамо Акбарс И калининградским Локомотивам Вот это точно будет Зрелище На которое Стоит прийти Ну а за день до этого 26-го Казанский Зенит Стартует матчем Против Крайне неприятного Нового уренгойского факела Пусть без клюки Зато с Волковым И с Богданом Очень там все Очень интересно И Барташ Беднерш И Эрвин Гафет Все в составе 17.00 Обязательно приходите Поддержать Казанскую команду Большой волейбол Точно возвращается В Казань Начинаем мы Четвертую партию Начинается Она с подачи Елизаветы Поповой Из неудачной атаки Саманты Фабрис Но сложно было там Что-то придумать Саманте Почувствовала Что наверное Не то придумала Так или иначе 0-1 Протон Повел В этой партии Помните Как начиналась Партия прошлая С трех сразу очков От Анастасии Бавыкиной На подаче Ирина Королева Расчехляет Своё орудие Не познали Но была возможность Елизаветы Поповой Задействовать Первый темп Уверен И тренерский штаб Команды Обратил на это Внимание Что нужно Чаще Задействовать Королёва В ситуациях Когда это возможно Очень быстро Но Казанский блок Готов К атаке Ярослава Симоненко А вот К отскоку от блока Саратские девушки Оказались не готовы 2-1 Брисио Продолжает Оставаться в зоне Выполнения Волейбольной Подачи И усложняет На этот раз Но есть Доводка И на этот раз Симоненко Никаких шансов Казанским Защищающимся Не оставлять 2-2 Из интересных матчей Которые прошли Сегодня В рамках Предварительного Этапа Кубка Россия Можно отметить Победы Уралочки НТМК Второй команды Над Енисеем Из Красноярска А первая команда Выиграла У Динамо Метар Четырех партий Команды Которые в этом сезоне Попали в Суперлигу Тулица И Спарта Сражались Между собой 3-0 Оказалось Сильнее Тулица Очень серьезные Были две партии Первая 26-24 28-26 А затем Тулица Третью партию Забрала С наименьшим Количеством проблем 25-18 Московская Динамо Разобралась С Лучом С Сахалин Уверенно Обыграл Тюмень Липецк Был сильнее Атома А вот В другом матче Играют Ленинградка Из Оречья Из Одинцова И пока В первом сете Ленинградка Сочетом 25-21 Оказалось Сильнее Пидоровцева Снова Забивая Так вот Немножко Мы отвлеклись От того Что происходит У нас На площадке 5-3 Но я так думаю При своих Болельщиков На домашнем Этапе Динамо Акбарс Точно не готова Отдавать победу В четырех партиях У нас Татьяна Кадочкина Кстати Появилась На площадке Которая Вот Подачу И выполняла К слову сказать Не самая удачная Тайсика Навалова Сразу начала В стартовом составе На четвертую партию И тут же Ошибается Юлия Максимова Федоровцева Хорошая подача И сорванный прием Будет атака У Казани Что придумают Кадочкина Выходит И очень мощно Забивает Вот конечно Это У Казани Большое Большое Примусство Что могут выйти Молодые игроки Выйти Показать Хороший Результат И Ну как минимум Не ослабить Игру команды Это конечно Счастье Для любого Тренера В любом Игровом Виде спорта Бриссио И еще и Бриссио Забивает Пока все Неплохо Складывается Для Команды Из Казани 8-4 Сразу Производит Замену Юрий Маричев Замена Связующего Вместо Дороничевой Выходит Вера Саликова Федоровцева Продолжает Хорошая Подача На сей раз Но будет Атака От Симоненко Справляется Защитой Казань И по-моему Попадает Присео Судья Говорит Что нет Но решат Гелезудинов Берет просмотр Давайте смотреть Действительно Очень близко Там было Давайте посмотрим Подзывает Он к себе Во время Этого Небольшого Перерыва Такого Квази Перерыва Хаотичного Татьяну Кадочкину Принял Судья Решение Быстро Давайте смотреть Запрос Не удовлетворен Не попал Мяч В линию Хотя Вы знаете Там Несколько Совсем Миллиметров Даже Не расплющился Мяч Точнее Расплющился Но не зацепил Он Линию И 8-5 А было бы Совсем Прям Прекрасно Все для Казанской Команды Очень высоко Снова Бриссио Атакует Но есть Блок У команды Из Протона Из команды Из Сарата Прошу прощения Ах Какая Неудобная Передача И могла Там Спасти Бриссио Этот мяч Но Протон Протон Выигрывает И не дает Казацкой команде Оторваться В счете 6-8 И снова Замена Бирюкова Выходит Вместо Саманты Бриссио И состав Безлегионеров Сейчас С ударной Тройкой Нападения Федоровцева Кадочкина И Бирюкова И забивает Кадочкина Я так думаю Средний Водоросль Нападающих Где-то Примерно Лет 18 Давайте Посчитаем Да С маму Даже Интересно Стало Татьяна Кадочкина 17 лет Арина Федоровцева 16 лет И Ольга Бирюкова 25 лет Ну Примерно Да Это 20 лет Средний Водоросль И Вот Этот Состав По мнению Решата Гелезудинова Должен Сейчас Вытащить Его Команду На тайбрейк Давайте Смотреть Будет Как минимум Очень интересно Бавыкина Бавыкина Справляется Бирюкова С этой подачей Но не справляется С атакой Пытался там скинуть Не очень удобно было Кадочкина спасает Этот мяч Будет Федоровцева Задней линии Атаковать Искала руки Но не нашла К сожалению 9-8 Вот так От преимущества Казанской команды Ничего не осталось Могло быть 9-4 Не попало Там Брисио Стало 8-5 И уже 9-8 И уже Интересного мало Хорошо Принимает Бирюкова Сама же Атакует Но есть Защита У Протона И Бавыкина Блестяще Просто видит Площадку И без лишних Движений Отправляет Мяч Куда-то там В то место Где точно Не было никого Из спортсменок Которые Носят Гордую Эмблему Казанского клуба Тайм-аут Решат Гелезудинов Взял Давайте послушаем Тайм-аут Тайм-аут Продолжаем Вышла уже Команда Казани На площадку За ней Выходит Команда Из Саратова Интересный Сегодня Конечно Матч 9-9 Интересно Остались Еще у Решата Гелезудинова Какие-то Идеи По составу Каточкина Снова Забивает На этот раз Менее Уверенно Но не менее Эффективно За такие Атаки Тоже Дает Одно Очко Поэтому Очко Есть Оно И Славно 10-9 Снова Впереди Казанская Команда Но Ничего Это Ровным Счетом Не значит Руссу Казалось Неудобно Атаковать Виктория Дали ей За спиной Этот мяч Но Успела Она вовремя Подстроиться И так Вот Очень неплохо По диагонали Заработала Это очко Не может Пока Казань Найти себя Сложно Все достаточно Эрвин Нагапи Это по-моему Там придумала Татьяна Кадочкина Тут очень Похоже Было На Штучки В стиле Знаменитого Француза Но Как мы Говорили За это К сожалению Три очка Не дают Но иногда Очень бы и Хотелось Особенно Казанскому Зениту Потому что Часто там Эрвин Подобно Устраивает Кадочкина Еще раз А вот Сейчас К сожалению Уже Заигралась По-моему А Федоровцева Это была Не попала Арина Сразу Перекова Ее поддержала Потому что Важно Молодую спортсменку Поддержать В таких ситуациях Надо Казани Где-то Найти Резервы Федоровцева Спасла этот мяч Но выключили Ее из атаки Подкопаева Будет пасовать На Федоровцева Как будто Очень удобно И Скидывают Но Попова Там готова В связку Играет Ирина Королева По-моему Пытался Отыграться От блока Кадочкина Но Сделать Этого Не удалось Что-то происходит Пока В стадии Казанской команды Не могу понять Что Достаточно Натужно Пока идет игра Вот не плывет Она Как обычно Это все бывает Федоровцев Ошибается Еще В приеме Я думаю Тайм-аут У Решата Гензюдинова Не за горами 13-11 Очень конечно Хочется увидеть Тайбрейк В этом матче Но пока На коне Протон На коне Анна Котикова Готовится Появиться На площадке Первый темп Может быть За счет Таких Вот атак Казань Должна Набирать Очки 12-13 А вот Это вот Очень неплохая Подача Это Эйс От Ирины Королевой И это было Очень и очень Вовремя По-моему Симоненко Там не справилась С ее подачей А вот К сожалению Вторая Сразу же ошибка Вот хочется И увидеть серию Такую Из трех И четырех Подач Но пока Не получается Пока не идет И неужели Даже после Такой Атаки Арины Федоровцевой Мяч Отскакивает На площадку Казанской Команды Но это уже Чистое Не везение Успокаивает Татьяна Кадочкина Ну да После такого Конечно Очень сложно Вернуться В игру 15-13 И очередной Тайм-аут Казанского штата 13-15 Мягко скажем Не идет Игра у казанской Команды И надо что-то Делать Что Наверное Только один Решат Гильзюдинов И знает Федоровцева Ошибается Котикова Возвращается На площадку Вместо Арины Федоровцевой Тоже Как вариант Попробовать Одну Котикову И на передней Линии В атаке Еще Ошибаются Девушки Не решили Кто будет Принимать Этот мяч А здесь Еще и Со второй Линии Атакует Симоненко Но слава Для Казани Не забивает А вот этот блок Очень много Может значить Для команды Из Саратова А Юрий Маричев Берет Видеопросмотр Предпоследний Эпизод Будет смотреть Юрий Маричев А не было ли Видимо там Либо касание Сетки Либо Что Какая-то ошибка Что-то увидел Юрий Маричев И 17-13 Там чисто теоретически Может быть Что уже Крайне неприятно Но запрос Не удовлетворен И остается Очко в составе У казанской команды 14-16 Уже не так Все Плачевно И Казачик Видимо Будет сейчас рисковать Да Подает на силовое Был там по-моему Микроскопический заступ И Забивает Снова Протон Нужна Нужна Казани Сейчас Какая-то Что-то Нужно Придумать Наверное В первую очередь За счет Подачи И за счет Защиты Нужно Наверное Искать Свои брейковые очки Попова На Кадочкину 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 Тоже забивает Сокращая Отставание Но Неумолимо Очковый рубеж Приближается К 25 Что Может означать Победу В партии Котикова И далеко Там Ваут Пыталась Конечно Что-то Придумать Анна Но Не получилось И снова Плюс Три Снова Плюс Три И Вера Саликова На подаче Связующая 89 Года рождения И играет В защите И кто будет Атаковать Чернова По-моему Нет Это Бавыкин Атаковала Русу Но есть Защита И указание Бирюкова Попадает Под блок Кадочкина Скидывает И достает Либера Снова И Будет Атака Еще У Казани Давайте Смотреть Не забивает Татьяна Кадочкина Очень Сильный Был удар Но Решат Гелезудинов Решил Посмотреть Этот эпизод Видимо На Касание Блока Ушпа Очень Незаурядной Траектории Полетел Мяч Поэтому В принципе Есть Определенные Подозрения На то Что касание Блока Все-таки Было К сожалению Нет Не попала Татьяна Кадочкина По пальцу Блокирующих Противоположной Команды И Это Значит Что Счет Становится Уже Для Казани Крайне Крайне Неприятным 19-15 Да Еще И Бавыкина Нет Прошу Прощения Все-таки Саликова Это Подает Не Попадает Что там Просмотр Берет Решетки Лизудинов Еще один После Атаки Неправильный У Елизаветы Поповой И Совсем Не Складывается Сейчас Последние Несколько Розыгрышей Играл Казанский Команд Ну Просто Не Складывается 21-15 Каточкина Забивает Очень Вовремя Но Пока Это Никак Не Приближает Казанскую Команду Какому Либо Камбэку В этой Партии Пока Все Все Сложно Как Раньше Писали В одной Очень Знаменитой Социальной Сети Все Сложно Но Вот Шансик Такой Шансик Дает Таисия Коновалова Цепляет Мяч Верхний Троссетки И Падает На Площадку Протона И Юрий Маричев Чувствует Что Может Здесь Что-то Разгореться Берет Сразу Продолжение следует И на подаче Таисика Навалова Предыдущая Ее подача Предательски Упала На площадку Саратского Протона На этот раз Все гораздо Прозаичней И забивает Очень мощным ударом Виктория Руссу После Неопределенности В атакующих Действиях Казанской команды 22-17 И все ближе И ближе Становится Командой Саратова К победе В этом Матча Тоже самое Просит Делать Юрий Маричев Но здесь Ольга Бирюкова Против И это Очень-очень Эмоционально Отмечают Девушки Этот забитый Мяч 18-22 Напомню Друзья Что мы смотрим Женский волейбол А здесь Возможно Гораздо больше Чудес Чем в мужском Надеюсь Что сегодня Мы что-то подобное Увидим 22-18 Не самый критический Счет Все здесь Реально Вот забей Сейчас Татьяна Кадочкина Но Сида Бавыкина Против И Казанский блок Казанский блок 19-22 Он же Становится Интересней И вот этот Счет Сейчас Может стать Для Саратова Таким Психологическим Барьером Если Еще раз Они не смогут Забить Хорошая Сейчас Расстановка У Казани С Кадочкиной Бирюковой Королевой На передней Линии Но забивает Там Ярослава Симоненко 23-й мяч И снова Замена Сосе Чернова Появляется На площадке И выходит Она на подачу Видимо Для усиления Этого Элемента Игры И вы знаете Так усилила Пришлось Снизу Отдавать Елизаветы Поповой Дорогие друзья Это матч Попов Не забивает Татьяна Кадочкина Попадает Пат Блок И 19-24 Несколько Матчболов Есть Снова Чернова На подаче Что Придумает Попова Снова На Кадочкину И Кадочкин В этот раз Безупречно 20-24 А может быть Попробовать Бирюкова На подаче Будут ли ее Менять А видимо Нет Ольги Хорошая Подача Но вот Чтобы Надолго Она оставалась За счет Именно подачи На В этой зоне Я прям Не помню Давайте посмотрим И Бавыкина Капитан Команды Анастасия Бавыкина Которая Провела Один очень Хороший Сезон В Казани Забивает Решающие 25 очков Четвертой Партии И приносит Победу Своей Старой Но новой Команде Над своей Старой Командой Предыдущей И 22-25 25-20 18-25 Именно с таким Счетом 20-25 Четвертой партии Именно с таким Счетом В четырех сетах Команда Юрия Маричева Обыгрывает на этот раз Команду Решата Гелезудинова Эта тренерская дуэль Остается За Юрием Маричевым Поздравляем Всех болельщиков Саратовского Протона Просим Болельщиков Казанской команды Не горевать А завтра У нас уже В 15-0-0 Северянка Уфимочка В 17-0-0 Протон Импульс И в 19-0-0 Динамовская Дермия Казань Против Краснодара Дорогие друзья Спасибо что были Сегодня с нами Надеюсь вам Этот матч Понравился Так же как и мне Ну и в конце Хотелось бы сказать Несколько слов Любите волейбол Играйте В волейбол И все у вас будет Хорошо Всем счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...